Друзья, всем привет! С вами компания Fusion Technologies и я Александр, технолог производства. Нам часто задают вопрос, что такое база скотч, где она используется и сейчас мы наглядно покажем, как ее приготовить. Для приготовления базы скотч бежево-коричневого оттенка нам понадобится три цвета базовой краски из одной линейки. Путем смешивания вот этих трех оттенков мы добиваемся ориентировочного такого оттенка цвета малярного скотча. Чтобы приготовить базу такого оттенка нам потребуется уже приготовленная база белое облако, база апатия и база космос. Как ее смешать? Мы берем мерный стаканчик и смешиваем на объем 125 миллилитров белого облака, 75 миллилитров добавляем база апатия и 25 миллилитров база космос. Тщательно перемешиваем и в принципе она готова. Вот ровно 125 миллилитров мы белого облака налили наш мерный стакан. Далее берем базу апатия. Она уже приготовлена у нас, разбавлена до нужной консистенции. Добавляем 75 миллилитров. И 25 миллилитров база космос. После перемешивания Получается вот такой бежево-коричневый оттенок. Довольно популярный рецепт под текстуры дерева. Текстуры камуфляж смотрится более натурально, нежели на белых оттенках. Сейчас мы на несколько образцов нанесем, покажем как выглядит она в высохшем виде. Ее естественный оттенок. Вот нанесли базу скотч. Вот такой интересный оттенок. Довольно часто используем, как уже сказал, под текстуру дерева. Смотрится гораздо натуральнее. Множество камуфляжей. Криптек, камыш. Если вдруг под рукой нет какого-то одного из оттенков, чтобы приготовить базу именно скотч, можно ориентироваться на каталог по RAL по коду 10.11. То есть примерно вот такого вот оттенка можно будет заказать уже готовую краску на автоподборе. Чтобы было понятно, в чем разница белой подложки и базы скотч, вот у нас несколько образцов уже на деталях представлены. Текстура камыш одна и та же. На белой базе, на базе скотч. Текстура дерева, ну, лак разный, но сам факт видно, да, на белой базе она смотрится не очень натуральной. На базе скотч поинтереснее. И вот такой камуфляж, наш пиксельный камуфляж, на белой базе выглядит вот так, на скотче совершенно по-другому. После смешивания база достаточно укрывистая, можно наносить на любой фон, на светлый, на темный. В случае, если деталь до этого ничем не была покрыта, можно также нанести праймер, если темный фон деталей. Стандартные 2-3 слоя при нанесении базы цвета скотч дает назначен вот такой оттенок. Поэтому по вашему желанию. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, пишите нам в комментарии. С вами была компания Fusion Technologies. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok